Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я, Руфрам Роуд, представляю вам ВОД, обучающий ВОД по расе орков. Это одна из доступных 9 раз в игре Dawn of War Soulstorm. Soulstorm это 3-е уза дополнения. Орки, они в этой игре с самого начала, так сказать, с ванилы. Поэтому считается одной из 5 наиболее сбалансированных рас. Между собой. У орков довольно значительное отличие, что по геймплею, что по особенностям их течи. Среди остальных рас расскажем в этом стриме как раз именно, сконцентрируемся именно на этих особенностях, на определенных особых способностях и их героев, и юнитов. Ну и немножко затронем все-таки основы. Возможно, для кого-то это первый обучающий ВОД по этой игре, поэтому небольшое вступительное слово я сделаю. Расскажу и про точки, ну, про систему ресурсов, и про систему морали, ну и про систему складов тоже немножко расскажу. Ну, начнем с основ. Dawn of War Soulstorm довольно особенная стратегия. Здесь, в отличие от диноподобных стратегий, для того, чтобы получать ресурсы, не нужно собирать какие-нибудь минералы на вроде Тибериума или золото из шахт, а нужно контролировать территорию. Контролировать территорию в теме захвата особых точек, у них всего три вида, и захват этих точек дает прирост ресурсов. Всего существует три вида точек. Это стратегические, наиболее распространенные. Как мы видим, по миникарте их четыре на одной базе, четыре на другой, а остальных видов довольно мало. Это рабочая лошадка в экономике этой игры. Захват каждый из них дает плюс шесть. Захватываются они за счет отрядов, не строителей, а за счет всех остальных. У большинства отрядов в этой игре есть возможность захватить точки. Кроме разве что у техники. Каждая захваченная точка дает плюс шесть. Кроме того, ее можно застроить. Строить так называемым постом прослушки или listening post на английском. Обычно используют сокращение LP. И застройка дает еще плюс шесть прироста реквизиции. И каждый последующий грейт, а всего их два, этой точки, дает еще по плюс шесть. Во второй виточке это реликтовая. Она почти ничем не отличается от стратегической. Ее особенность в том, что она захватывается в два раза дольше и открывает доступ к особым юнитам аж на четвертом тире. В случае орков это так называемый сквикгот или в простонародье слон. Довольно необычный убер юнит орков. Его редко используют. Это связано с тем, что орков достаточно редко когда доходит до четвертого тира. Обычно все решается на более ранних. Это на первом и на третьем тире. Ну и кроме того, многие орки не любят его использовать, потому что он очень неповоротливый, может запутаться в трех зданиях. Придется их удалять, чтобы он вышел. Довольно неуклюжая тварь. И третий вид. Третий вид это критические точки. Они значительно отличаются от остальных. Во-первых, их нельзя застроить. Правда, бонусы, это дают побольше прирост базовый. То есть у простой точки плюс 6 прирост, а у критической плюс 9. И дают большой обзор. Кроме того, если по дефолту есть такое условие победы, если удерживать половину стратегических точек, то через 7 минут наступит победа, если не дать их задокопить врагу. Захватывать их всегда очень рекомендуется, если есть свободная пачка каких-нибудь каперов. И второй вид ресурсов это энергия. В отличие от реквизиции, которая тратится в первую очередь на юнитов, на пехотную армию, энергия тратится на технику. Энергия производится путем постройки генераторов. В среднем они стоят 150 реквизиции у каждой расы. У какой-то 135, у какой-то 165. У орков ровно 150. И у орков есть определенная особенность в том, что они не слишком требовательны к энергии. Поэтому, как правило, у орка довольно редко можно увидеть больше 4 генераторов. В то время, как у других расы 6 генераторов, то есть максимального количества зачастую не хватает. Такая вот приятная особенность. Правда, при этом орк довольно чувствительный к реквизиции. Все-таки ему полезно сделать хорошую экономику за счет грейда ЛП. Ну и начнем уже наш реплей. Вообще, сегодня мы будем смотреть Орочи Мирор. Он наиболее показателен именно для обучения орков, потому что он играет в своей четко самой стандартной тактики, самой универсальной. Играет у нас Такен из клана Фат против Имба Ноутбук. Насколько я помню, это Смурфанга Банги Телечанги, чьи игры вы, скорее всего, уже видели в других водах и стримах по Вархамеру. Собственно, оба игрока идут в стандарт. Это постройка двух каперов слага боев или рубак, что по-русски. Постройка двух рабов барака и генератора. Генератор позволяет как раз-таки немножко прогрейнить точки, чуть-чуть улучшить экономику, построить оборону. Приятное дополнение для орков. Ну и пораньше сделать лучше экономику. В бараке же в это время строятся базовые стрелки. Они сразу же идут капить первую точку. Дополнительно ускоряется кап. Это стандарт для орков. Еще раз повторюсь. и строится герой орков. Он очень-очень полезен. Конечно, не настолько полезен, как, к примеру, герои с Варкрафта третьего, где они еще и уровень берут. Здесь же опытный бюкмек не может набрать опыт в мелком столкновении. Его, правда, можно прогрейдить, чтобы у него было и побольше хп, и побольше всего. Но, несмотря на это, это главный, я бы сказал, юнит орков на первом тире. Очень-очень многое зависит от использования его способности, это телепорта. Его можно прицепить к абсолютно любой пачке, кроме разве что мега-армор реднобов, но это небольшое исключение. И он даст свой телепорт на всю эту пачку, и грамотное использование этой обилки во многом решает всю игру орка на первом тире. И сейчас здесь небольшие столкновения между вражескими слагами, по мелочи кое-кто подгонит. Здесь, к примеру, точно такой же приход слаг, для того, чтобы помешать закапить спорные реектовые точки. Но приходят шуты, начинается уже отстрел. тем временем оба орка начинают грейдить свои LP2, а значит в скором времени будет воткнут баннер. На баннере, когда он построится, мы расскажем чуток подробнее о особенности орочевого теча, особенности орочевых юнитов, потому что орки определенная особенность, в них так называемая баннерная система. Названа она в честь этого самого баннера, основного здания орков. Вот уже началась его закладка из кучи мусора, свалившейся откуда-то с неба. Сейчас соберут по-быстрому греченые из этих обломков здания. Ну, а тем временем тут анга-банга пытается зачем-то с ДК-5 релик. Сейчас он на этом очень-очень сильно потерпит. Он допускает грубейшую ошибку, потому что тоже очень-очень многое зависит от того, что нужно максимально много жизни слить вражескому герою. Это справедливо для всех матчапов орка, при этом оставив своему больше всего жизни. Вот на этом неудачном порте зачем-то попытки ДК-5 причем провалившийся анга сейчас почти теряет битмек, видите, у него почти не осталось жизни, буквально 50-70 в то время как у Дакена мег свежий, зеленый и довольный жизнью. Поэтому определенные преимущества сейчас будут на стороне Дакена он будет подпушивать немножко ангу, мешать ему нормально жить. И сейчас мы поподробнее остановимся. Достроился все-таки баннер. Это очень важное здание для орков. Во-первых, оно, как и почти все здания орков, стреляет. Видите, здесь сидит зеленый плюющий на все гречен с оружием стационарным. За это орки правда расплачиваются хрупкостью зданий, но зато они все стреляют, кроме разве что генераторов. И дают определенную пользу мощи на первом тире. Орку очень сложно прохарасить или задавить на этом тире. И вах баннер он еще раз я повторюсь ключевое здание у орков. Его крайне нежелательно терять что на первых что на вторых тирах, поэтому многие орки часто их прячут лизы. Каждая постройка этого баннера увеличивает лимит орков на 10. У орков есть определенная особенность в том, что их пехотная армия она в отличие от остальных рас лимит распространяется не на количество пачек, а в первую очередь на количество орков. То есть не важно сколько у тебя пачек слаг или шут 5 или 6 они все равно будут есть столько же лимита сколько 2-3 пачки из одинакового количества юнитов. То есть грубо говоря если орков 30 снимают они лимит тоже 30. В отличие от остальных рас в которых обычный лимит максимальный 20. каждая пачка будь то ТСМ или ХСМ они едят по 2 лимита всего можно сделать 10 пач орков особенность в том что их просто максимум 100 орков поэтому можно смело там строить 3-4 пачки если их грамотно микрить и не терять это более выгодно чем даже 2 пачки Те у орков есть определенные особенности но они проявляются на втором тире то есть в зависимости от количества юнитов пачки немножко улучшаются характеристики каждого юнита в отдельности 16 лак на втором тире в пачке получает прирост скорости около 20 процентов прирост урона тоже около 20 это безо всяких грейдов просто потому что их много это так называемый вах бонус так вот вернемся к баннеру у орков также особенность их течи в том что в отличие от всяких см хсм то есть относительно стандартных рас у них течи зависит от лимита соответственно при лимите в 55 и построенном здании свалки пуш созываемом т полтора будет считаться их тиром вторым и переход от первого тира к второму немножко смазан кроме того есть такая особенность тёрка в том что если он мазится соответственно он в любом случае параллельно будет и течиться не получится так что забил на течь всегда всегда будешь хоть и немножко отставать от своего соперника но его можно очень быстро догнать потому что если орк действительно маст на первом тире у него там лимит 40 из 45 для выхода во второй ему будет достаточно построить всего лишь один баннер стоит он 170 реквизиций не так много для того чтобы догнать соперника и вторая особенность в том что орк всегда отыгрывает свое т1 за редким исключением т1 считается постройкой свалки пушек потому что орку очень выгодно делать грейды они дают приличный прирост дело в том что каждый грейд орка дает солидный прирост например грейд на броню дает увеличение жизни почти на треть что очень солидный бонус пренебрегать этим ни в коем случае нельзя правда он не настолько уж огромен потому что в целом юнит орков довольно слабые отличаются большой дешевизной поэтому орков можно довольно смело массить и потери 5-6 орков абсолютно не критично в таких средних уже столкновениях конечно в самом начале потерять много орков тоже нежелательно особенно в мир вернемся к реплею вернемся к реплею в первую очередь к слову как раз таки это свалка пушек делается для грейда на тяжелое вооружение орк сейчас вот можно видеть как начинаются они грейдятся уанга банги он немножко пораньше построил оружейку это важно в орочем мироре поскольку ну собственно говоря как большинстве других матчапов в первую очередь играет ролью если отыгрывать стандарт насколько хорошо будешь контролить довольно хлипкие дорогие шутов с биг шутами вот как раз дошел грейд на тяжелое вооружение видно что что изменилось шута стала подлиннее с другим магазином стреляет она тоже намного дальше чем обычная шута потому что у обычной шута примерно 25 дальность а у биг шута целых 35 и на этой игре на этой дальности по многому строится весь первый тир орка ну кроме того есть еще такая особенность то что лп у всех раз почти у всех раз стреляет на расстояние 25 поэтому осаждать с биг шутами тоже довольно приятно и начинает сейчас потихонечку телепортироваться вот очень удачный порт от анга банги сейчас почти сольется пачка шута дакина неприятно отдавать важные важные пачки ворочем мир ну в целом орочем мир как собственно и в других матчапах иногда вот к этому кулаку 2-3 пачки шут с биг шутами достраиваются к ним какой-нибудь летающий юнит на вроде ашторми который появляется при двух баннерах ну и соответственно в втором тире обычно добавляются какие-нибудь нобы для того чтобы подольше продержать врага до выхода своего третьего тира который является вторым основным для орка потому что в первую очередь вот в первую очередь он пушит на первом а и сейчас неаккуратно отдается дакин он вначале подошел одной пачкой шут послевалось на двух и лишь затем подошла вторая все-таки надо начинать бой немножко одновременно поэтому сейчас он потерпит отойдет да вынужден он отойти к системе укрытия укрытием в данном случае это хэви кавер он снижает урон почти в два раза так вот вернемся назад к тирам ворочем мира все-таки штормя не так часто строится она и не очень эффективно харассить особенно вот на карте блат ривер потому что она довольно окопная из-за того что здесь 4 близко стоящие точки зачастую приходится летать под двумя сразу поэтому именно на этой карте штормит очень очень сложно и сейчас идет приятно интересный такой порт от дакина он отступающий он немножко подзадержался в хэви кавери чтобы пострелять на муве вражеских стрелков и лишь потом использовать телепорт нанести чуток побольше урона во время своего отступления это тоже один из вариантов использования телепорта наиболее распространен все таки телепорт с догонянием так сказать когда отступающего противника портается дополнительно пачка шут и второй наиболее распространенный использованный телепорт когда с пачкой какого-нибудь ближнего боя мег телепортится вязать вражеских стрелков и вот сейчас небольшие такие разводы со стороны ангебанги пока он капит свою спорную точку он вместо того чтобы прикрывать идет харасить врага чтобы тот на него отвлекся и собственно говоря замысел удается декинг вместо того чтобы мешать капить эту критическую точку идет сейчас спасать свою ну и судя по всему он ее не спасет тем временем тем временем капится критические точки уже пошел отсчет у дакиной их уже две конечно именно вот эти крайние обзоры почти не дают выгоднее в этом плане центральная но это все равно прирост по ресурсам сейчас у него экономика чуть получше даже несмотря на то что ему вроде бы снесли здесь точку 98 на 20 а у анги 92 на 20 но зато он уже во втором тире на втором тире у орка не настолько уж богатый выбор юнитов это выбор между нобами которые так называемые мясо очень толстый юнит со средним уроном в ближнем бою зато очень дешевый и медленный создан в первую очередь для поглощения урона ну и еще он неплохо сносит здания потому что они не могут убежать от них и полный урон попадает по ним так тем временем делаются грейды прогрейдилось уже поле у мека довольно важный грейд на героя орков он дает ему защитное поле которое снижает урон от дальних атак на 10% потому что здесь столкновение в первую очередь дальнего боя в этой игре 10% играет определенную важную роль солидную хоть вроде немного на практике на практике решает и кроме того дает ему способность застопорить технику тоже весьма весьма полезная на случай если вдруг орк все таки в мирере решится не идти стандартно то есть сейчас скорее всего оба игрока добавят два пака нобов или один и уйдут в третий свой тир не отыгрывая полностью второй с ней используя технику ну и судя потому что у обоих орков всего лишь два генератора вряд ли вряд ли мы увидим технику в этом реплее потому что для техники орку нужно еще даже на первом тире построить три или даже четыре генератора чтобы нормально выйти в нее и вот строятся нобы у одного игрока строятся они только-только грейдится поле немножко отстает дакен по тещу это связано с тем что он понасливался на том реликте поодно отдавал своих шут ну такие довольно грубые ошибки и не слишком он использовал своего зеленого мека редко когда он лез им ввязать поэтому немножко нивелируется то что анга завтыкал почти отдал своего героя ну и сейчас идет перецеп нобом уже подрегенившийся мек будет бегать с пачкой нобов мешать стрелкам стрелять вообще больно бить в ближнем бою вот из-за того что анга немножко побыстрее протечился сейчас дайкен еще понатеряет своих юнитов второй тир орк он не слишком сильный как правило он скорее добивающий если его активно так разжирать ну или оборонительный то есть грубо говоря орк хоть идет в какие-то определенные наломы на базу он все равно соваться скорее всего не будет максимум какой-нибудь харас и он служит скорее целью того чтобы орк дожил спокойненько до своего третьего тира тем временем дайкен идет в интересный тактический ход он посылает пачку набов на харас правда маловато у него реинфорс сейчас выдается сержант нет да странно сейчас почему дайкен идет в харас хотя он не прогрейдил ближний бой для своих нобов соответственно урон у них в ближнем бою слабенький потому что первый грейд на топор дает помимо того что прибавку в 50% ближнему бою большинство орков он еще выдает сержанту нобов то есть грубо говоря нобу нобов еще и клешню которая хорошо сносит ближний бой хорошо бьет ближнем бою особенно по зданиям непонятно с чего это он пошел в такой харас возможно чтобы отвлечь ангабангу но он на это не купился пошел в ответный налом поскольку видно что нобы не грейжены смысла как-то особо возвращаться нету грейчены и так отчинят тем более им прогрейдилась невидимость ну и приличный такой налом сейчас будут попытки снести баннеры орку потому что важное ключевое здание очень важное ключевое здание и и вот вот почему довольно редко когда орк и на втором тире и даже на первом не суется к чужому орку на базу связано с тем что у орка абсолютно все здания кроме генераторов стреляют то есть здесь сидит такой вот гречен шутой и палит здесь здесь и здесь за это орк расплачивается тем что у него здания имеют мало жизней к примеру лп1 вот лп2 даже орк имеет всего 1725 жизней к примеру эсэмского лп2 почти в 2 раза больше 2800 там с чем то приличная разница учитывая что цена вроде как одинаковая при этом урон не сказать что у орочих весны постов настолько уж больше поэтому на втором тире орочи база очень очень уязвима тоже такая особенность орк тем временем нобы все таки отошли от этого злосчастного баннера который уже прогрейдился за 50 реквизиции 50 энергии можно чуть-чуть усилить баннер увеличить ему урон будет у него на крыше такие спаренные бигшуты увеличится и дальность и урон и в принципе неплохая такая оборонительная точка но для второго тира все равно для важного ключевого здания для тысячи жизней не так много правда немножко вытягивает то что у орков можно прогрейдить их рабам невидимость поэтому хоть и на фронте но можно чинить что и технику что и здание ну и вторая особенность орков на самом деле в том что у них здания еще и сами чинятся если вдали от боя у них появляется небольшая регенерация они чинятся по 5 кп в секунду и приемлем продолжим наблюдать здесь буквально расстрел нобов сейчас сильно сильно теряет анга по своим нобам зато они потанкуют в это время можно будет подойти своими уже дохлыми для второго тира стрелками и что-то там настрелять а в это время дошел все-таки грейд на топор у Дакина поэтому он довольно быстро сможет носить и посты и баннеры и из-за этого анга отступает ой какой неудачный порт со стороны Дакина сейчас он отдаст буквально пачку шут потому что протонуться своей одной пачкой буквально на растерзание двум стрелковым пачкам другого орка как-то смысла особого нет сейчас возможно не уйдет даже пачка на бок вот надо сейчас спрятаться шутами прячется сейчас анга в лесовый пост это такая особенность у орков в том что их здания некоторые это главное здание барак соответственно здание для техники которую мы сегодня уже явно не увидим и посты в них можно прятать юнитов они действуют как транспорт неподвижный и в случае чего какой-то опасности можно пачку сохранить если за ней бежит злобный контактник быстро прыгаешь в пост и он уже немножко отвлекается вынужден бить пост а в это время можно помикрить поусаживать всаживать эту пачку и потихонечку порастреливать что-нибудь в этом духе так и сейчас сейчас у Дакина на самом деле все плохо у него всего лишь одна пачка нобов он понадавал всех своих стрелков это очень очень критично для орка сейчас ему скорее всего нужно будет как можно быстрее идти в свой третий тир а в это время уже своими нобами просто тупо поглощать урон не давать сносить свои баннеры а тем временем тем временем построил анга танк бустазов это невидимый стреляющий юнит орков из ракетниц танки тех орков ему можно прогрыдить невидимость полезен он для харасса со второй стороны потому что у орка есть определенные проблемы с детектом потому что детект у него хоть и баннеры но детект они не слишком далеко второй у него детект это герой но герой как правило нужен на основном фронте поэтому вот этот харасс невидимками неприятен орку сейчас скорее всего тангуст просто обойдутся справа и уже оттуда начнут харассить ну а сейчас сейчас просто немножко микрит анга старается убегать от двух набов это тоже довольно обычное явление орка он отсиживается за баннерами спокойненько отстреливая в это время какой нибудь пачка идет харассить отвлекать соперника в данном случае можно видеть что туда пришла целая преинфорсенная пачка набов сейчас сильно скажется то что дакен слил своих шут возможно их отстроить то что хоть здания орков и стреляют но без какой то дополнительной поддержки жизни у них мало сносятся они довольно быстро поэтому на втором тире базу орку проштурмовать просто ну а в это время сносится и баннер дакен в ответ ему сносится лп сейчас будет сноситься за одной барак это очень неприятно для орка стоит много реквизиции да ну и что можно сказать сейчас пока идет определенный перерыв так сказать в бою собственно говоря дакен играет за клан злых лун вот пришли уже нобы отбивать свой барак но как то как то поздно уже своих стрелков нету сейчас будет очень больно дакену его нет ни преимущества по армии ни почему а в это время анга уже набрался 75 лимит он готовится выйти в третий тир в то время как у дакена все еще 55 лимит он сидит в глубочайшем т2 при этом все его т2 это всего лишь 2 пачки нобов это не дело то есть играть тупо через чистые 2 пачки нобов в принципе можно но тогда нужно как можно быстрее выходить в третий тир иначе это не боеспособная армия она создана для того чтобы поглощать урон сейчас идет такой вот махач нобов немножко встали нобы дакена видимо он пытается убежать но убежать из цепких лап целых 20 здоровых парней непросто поэтому вынужден дать бой вынужден он потерять пачку это еще один минус дакена неприятно так вот о чем я дакен играет играют оба игрока за 2 разных клана орков дакен играет за злых лун собственно говоря вот их баннер такая луна в специфической урочи в манере нарисованная этот клан славится тем что у него больше всех зубов зубы помимо того что оркам нужны для желания они еще и выполняют роль валюты основной способ добычи денег орков это не какая торговля а просто набить морду своему товарищу выбить ему пару зубов стать таким образом немножко богаче а анга играет за за змеекусов которых я не слишком много знаю вроде бы они очень любят вся немножко давать змеям покусать чтобы закалить характер и волю чтобы было орк поздоровее ну и в целом у них не очень как-то технологичным оружием поэтому чтобы их бэкова отыгрывать нужно не делать грейды не отыгрывать технику но фактически фактически это невозможно в это время как бы положено особо орки не лезут друг другу на базу это больно тем более что анга сейчас пачку шуцлел и не сможет нормально обороняться от пачки нобов дакена ну и вот соответственно идет очередной харас небольшой нобами дакена ему в принципе ничего больше не остается потому что армия у него явно меньше ему нужно больше течиться и хоть как-то чем-то отбивать харас с тангустами потому что детектор то его главные находятся в пачке нобов на другом конце карты и строит новый барак дакен это в любом случае нужно строит он его стратегически на реликте немножко усилит так сказать эту точку правда уже опасно на втором тире барак слабоват в целом по особенностям орков мы как-то даже закончили ну и еще одна особенность орков наверное я все-таки скажу раз уж у нас это два глубочайшие в том что технику орков мало энергии стоит то есть даже вроде бы самая дорогая техника это бомбы они стоят всего лишь 300 энергии для т3 юнита это не так много тем более такая польза в основном т2 техника орков стоит там 150 130 энергии поэтому орку 4 генератора даже для выхода в технику хватает за глаза и собственно видно что сейчас оба игрока по 3 генератора и видим мы немножко нестандартный ход от дакина он строит мега арморит нобов они в отличие от простых нобов еще медленнее но у них гораздо выше урон в ближнем бою у них совсем другой тип брони в то время как у нобов тип брони тяжелая пехота средняя тяжелая пехота у мега арморит нобов лучший тип брони это командирская бронь они получают довольно мало урона в связи с тем что у них очень дорогой реинфорс фактически построить пачечку таких вот ребят это примерно как выйти в т3 они очень редко окупаются выйти в т3 гораздо выгоднее сейчас вместо того чтобы строить в ответ тех же мега арморит нобов ангабанга делает более правильное решение он сам идет в 3 тир пусть это и немножко поздновато из-за того что довольно затяжные бои на 2 тире произошли хотя у орка это большая редкость как правило орка немножко пропускает свой 2 тир то есть строит определенные юниты именно для отвлечения врага а сам в это время прыгает в 3 тир но в связи с тем что это урочи мир поэтому т2 у обоих противников примерно равные по силе решили они поиграть чуть подольше посидеть в этом тире возможно получить какие-то преимущества по точкам по экономике ну и к слову сейчас немножко флоти танго банго это связано с тем что ему просто не на что тратить ресурсы он решил не идти в технику и он копит их для того чтобы построить сразу пачки сразу две пачки три юнитов орков это гицы очень мощный юнит дальнего боя стрелки небольшая компенсация за то что орки на втором тире не сидят без профильных стрелков только с остатками первого тира особенность орка заключается в том что все его юниты первого тира 2 становятся очень очень хрупкими и дохлыми но не из-за того что у них мало жизни а из-за того что на втором тире слишком сильные появляются стрелки и остальных раз да и контактники тоже мощные как-то голые т1 юниты не слишком начинают себя купать начинают как-то быстро дохнуть поэтому та же штормя орка как правило отправляется на втором тире штормя это летающий орк еще раз повторюсь он строится при 35 лимита отправляется в харас подстов за счет нобов с кишней и в первую очередь занимается разносом экономики врага всячески отвлекает а шуты прячутся за толстыми спинами нобов и в целом после их потери на втором тире их достаточно редко когда отстраивают их просто стараются не терять потому что выгоднее просто продержаться до своего т3 и уже построить нормальных мощных стрелков ну тут мелкое столкновение под лп2 в принципе дакен уже затащит ну должен по крайней мере не отдать свой пост сейчас посмотрим сколько здесь нобов здесь 9 нобов и 6 нобов 2 пачки а у анги здесь всего одна пачка из 12 нобов наверное он должен немножко затащить к слову выдает он тяжелое вооружение нобом это клешня она выдается довольно редко потому что как правило мало кто вообще лезет к нобам с ближним боем замахаться кроме того выдается она довольно долго хоть и мощная а для убегающих юнитов из-за того что ей требуется стоп тайм секунду то есть время для установки ноб должен секунду постоять затем он только нанесет урон по убегающим юнитам она редко используется но в случае большого количества ближнего боя довольно выгодно а в это время с другого конца карты мега арморит нобы начинает свой харасс потому что особо не на что другое но они ворочем мир не способны разве что побить вражеских нобов да и все ну вот стараются они окупиться но поздновато они вышли могли бы они в принципе отменить третий тир орку просто не дав его загрейдить из-за того что у них очень большой урон по легким зданиям просто зайти в грудь базы и за счет толстоты там пронести сразу 3-4 баннера и уже как-то грустно становится противнику орку но в целом они не окупаются используются сугубо как антиконтактники а против орка в контактную армию играет довольно редко из-за того что нобы хоть у них и средний урон в ближнем бою но они очень толстые и довольно дешевые и драться с ними контактниками невыгодно просто орк потеряет ресурсов 150-200 в стычке а его противника ресурсов 300-400 но убивают они довольно редко и вот сейчас выходит такой вот пафосный юнит ворков это ноб с очень большой пушкой стреляет он примерно как хэви болтер у хсм таких хэви болтеров целых 7 в пачке кроме того приходит орочий доктор безумный доктор он у него есть инвульф он может кинуть на пачку сок который дает 15 секунд бессмертия и кроме того увеличивает и наконец-то увеличивает довольно слабый регион у орков орки регенят всего единицу в жизни в секунду доктора учитыверяет этот параметр в случае если его прицепить к набам это значительно повышает живучесть пачки ну и сейчас я бы сказал что сейчас дайкин будет сильно-сильно терпеть из-за того что кицов очень большой урон в дальнем бою а их у анги уже целых две пачки а дайкин не может похвастаться большим количеством своей т2 армии чтобы их хоть как-то законтрить и просто он начинает умирать резко и неожиданно и даже несмотря на вроде бы такой приличный харасс мега арморит нобами вот как вы видите убивают посты даже несмотря на то что их вроде как чинят гречины ну тут уже добивается армия дакина да они все равно не окупились в принципе они снесли то всего лишь две лп2 окупились то они снесли два лп2 как я уже сказал ну стоили то они не так уж и дорого по сути там 400 даже 350 на 150 сами меги стоят 400 275 значительно отложили за одно свой третий тир и сейчас сейчас они просто умрут за 2 секунды от атаки гецов фокусированный вот вместо них сейчас бы дакин мог ну своим т3 за счет лучшей экономики потому что если сейчас посмотреть у у даки даки ну даже без этого харасса был бы где-то экономика 100 на 38 а у дакина за счет того что он делал грейды на прирост реквизиции уже 140 на 48 и вот если бы он примерно равно вышел в тир ну совсем бы был другой разговор не потерял бы он армию даже повоевал бы при должном микро при должном микро победил все-таки у орков есть определенная особенность очень-очень полезно даже сказал бы критично пережать в тире своего оппонента потому что когда ты играешь на первом тире и вроде бы масился-масился не удается дожать и более ранний выход в тир 2 позволит либо раньше выйти в третий тир либо добить уже своего соперника за счет отжора своего второго тира ну и соответственно при опережении с третьим тиром гораздо раньше появляется мощный наконец-то юни дальнего боя и при поддержке матдоков прицепленных к примеру к нобам вполне начинается совсем другой разговор особенно если построить файта-бомы это артиллерия орков критично критично орку опережать в течь и важно не отставать потому что орка первый тир сильный второй довольно слабый а третий тир очень сильный такая компенсация за слабый второй тир ну и сейчас на самом деле дакину то уже делал-то нечего в тире он отстал он только-только сейчас достроится его третий тир построится гицы к слову о третьем тире есть довольно сложный такой вопрос на самом деле к чему прицеплять выжившего мека на третьем тире и к чему прицеплять дока потому что на самом деле док с 4 регеном и инвулом очень полезен танкующим нобам с другой стороны с меком они могут быстрее повязать какой-нибудь надоедливый юнит дальнего боя но в то же время меку прицепленный гидсом дается телепорт не пачки шутов а пачки гидсов для добивания убегающих соперников или для отмикривания это просто ультимативная какая-то вещь есть такой определенный вопрос по большей части дело вкуса но как правило все-таки мек цепляют к нобам а гидсам дока чтобы повысить их живучесть потому что юниты они дохлые как и все юниты орков но зато с очень большим дальним боем после грейда и вот сейчас мы видим как подходит мэтдок под соком ставить бомбу он может поставить бомбу он может поставить бомбу еще раз повторюсь в которой 600 жизней всего лишь за 100 энергии с очень большим уроном сейчас сейчас ай не повезло сейчас анга банге убита вся его армия фактически одной бомбой что он попытался ее снести но не успел асока не было чтобы сделать гидсов бессмертными да да неприятно неприятно конечно такие потери да сейчас у дакина появляется реальный шанс для того чтобы победить посмотрим наверное ему все таки стоит сейчас все армии бежать пытаться пронести базу анга банги пока там нету армии все таки требуется определенное время чтобы отстроить орков тем более гидсы стоят прилично 70-20 в отличие от всех остальных орков они стоят много и терять их жалко это не новая теряв пяток не знаю 6 которых орк пожмет плечами и скажет ну и фиг с ними и не слаги которых можно отдавать пачками а дорогие гидсы неприятны неприятны такой потери на самом деле из-за своего недомикривания наверное стоило все таки отходить да ну сейчас додекапит точку анга банга упортится без потерь нельзя все таки позволять дакину побеждать настолько просто просто удержанием точек а и вот сейчас сейчас мы видим преимущество сока в том что гидсы под соком могут смело перестреливаться с любыми другими пачками без сока абсолютно спокойно сейчас они вроде бы несмотря на противостояние двум пачкам гидсов убивают одну сейчас еще сильно покарают вторую не помогли даже нобы с соком дакин дакин сейчас просто сливает все свое преимущество прокранивает так сказать занималось фигней надо было все таки доку второго дождаться или пораньше начать атаковать да и ведь вроде бы вроде бы снес всю армию оргбатса отстроился и даже вроде преимущество по экономике сказывается сказывается что баннеры баннеры потеряны и нормально реинфорситься он не мог ему приходилось их отстраивать критичное здание для орков поэтому его зачастую прячут сегодня в принципе выходит босс основной герой орков в отличие от остальных рас он строится на третьем тире полезный герой стоит всего 200 на 75 стреляет как 2,5 гидса с 2 грейдами на командиров имеет почти 3000 урона неофициально признан лучшим борцом среди героев против убер юнитов других рас то есть на вроде на вроде аватара у Эльдаров или Бэтмена или Бладфестера у Хаоса но сейчас идет уже добивание такой Дакина и и GG как я понимаю да well played GG проигрывает Дакин это связано с тем что он поступил неправильно нельзя орку отставать в тире от своего соперника наоборот нужно стараться пережать это касается абсолютно всех матчапов это очень очень критично и все таки подзатянул он со своим вторым тиром второй тир у орка проходной надо побыстрее идти в третий ну в принципе оба игрока играли стандартно повторять их тактику и других матчапов она будет вполне работать может не так эффективно как какие-то специальные но работать будет на этих словах мы заканчиваем наш вот спасибо за внимание и до новых встреч до новых до новых